гид фан на связи в прем магазин выкатили еще один эсминец восьмого уровня лютрибель но я думаю его проще называть страбл и вот сейчас коротко и ясно расскажу что же вы можете получить за свои кровные ну и стоит ли оно того или нет после уже будете решать сами кстати если ты один из тех кто не подписался на мой канал то сделай это прямо сейчас по этой кнопке а еще неплохо бы активировать колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео сделал это молодец раздачи на круглые даты еще никто не отменял вдруг победителем станешь именно ты а начнем мы сути это артиллерийский полуэсминец которому разработчики даже не оставили альтернатив так что в тактике боя его роль весьма однозначно выжигание линкоров и крейсеров под цвет противников и все захват точек это не для француза так что влияние на ход боя у корабля на мой взгляд не высокая почему так однозначно потому что при живучесть и чуть выше среднего у корабля огромнейшие габариты и одна из худших маскировок на уровне в отличие от киева у корабля не дымов так что если вы попали сложную ситуацию то скорее всего уйдете в порт кто-то может быть подумает что это тогда французский хабаровск но нет без хилки ошибки все еще критичны и потеряв в начале боя на схождении у точки хп вы их не восстановите в тылах обстреливая противников так что воевать с первой минуты боя вам необходимо будет очень осторожно а чаще всего это будет значит только то что за точки мы соло не воюем да и даже компании не всегда это просто как же вы скажете тогда этому кораблю вести бой все очень просто скорость по прямой можно развивать более 50 узлов и это естественно при использовании форсажа при маневрировании скорость заметно гасится но все равно среднем можно выдерживать более 43 узлов если только немного корректировать курс они закладывать полную циркуляцию это позволяет обливать фугасами даже крейсера и оставаться в относительной безопасности так как дальности либо в базе у эсминца лидерская и потому попасть по нему в ответ когда он идет на полный не так уж и просто хотя и возможно также не лишним будет сказать что 139 миллиметровые орудия француза имеют отличное сочетание шанса на пожар и скорострельности по отдельности эти характеристики нельзя назвать лидерскими к примеру 150 миллиметровые орудия c23 мощнее и шанс на пожар там выше однако скорострельность будет ниже а вот у киева чей геймплей отчасти можно сравнить с французским ниже шанс на пожар но при этом схожие показатели скорострельности так что в качестве сильной страны выделю именно сочетание характеристик однако комфортной игрой все равно это не пахнет ведь баллистика у киева приятней потому на французе вести перестелку на дистанции можно только лишь с большими или стоячими целями со всеми остальными могут возникнуть проблемы в итоге имеем средненькую по возможности нанесения урона артиллерию с приемлемой баллистикой артиллерия будет особо эффективно только лишь тогда когда удача будет улыбаться нам и дарить пожары на палубе противника сейчас не исключу часть зрителей уже решит вырубить видео и оплевать француза отчасти я могу поддержать такое поведение но не лишним будет указать на необычный расходник для эсмитцев ускоренная перезарядка артиллерии помогает она в двух случаях если ваш пожар только что был потушен и вы прямо жаждете подарить очаг тепла вашему противнику и при использовании расходника шансы на это увеличиваются вдвое но все равно при этом казино лесты не всегда благосклонно так что пожар может и не загореться второй варик это использование при засвете эсминца и дать мгновенный бурс дпм и попытаться его быстренько утопить однако задача это будет выполнимо только если кроме вас кто-нибудь будет пилить его еще или стартовый запас живучести будет меньше чем у вас так что скажу прямо козырят конечно неплохое но точно не джокер который вытащит вас из любой передряги но альтернативное вооружение тут кстати тоже есть три трехтрубных торпедных аппарата при этом с борта можно будет пустить только лишь два веера так что супчик нельзя назвать наваристым но зато урон с попадания высокий одно но дальность хода всего-то 8 километров так что пригодятся рыбки лишь при отходе или в пикирование но есть конечно и хорошая новость перезарядка у них высокая так что можно будет и поспамить но всерьез на результативность лучше не рассчитывать в итоге что же мы имеем высокая живучесть но высокий шанс на получение урона по себе из-за габаритов высокие скоростные данные но слабенькая маневренность на уровне киева опасная артиллерия но с посредственной баллистикой так что нужно играть в казино и верить в удачу которая и сделает нас на поле боя очень полезным союзником есть пам торпед но пригодные лишь по расслабленным целям или в пикировании в общем кораблик заточен на рандомный урон они на победу причем это не субъективная какая-то оценка а сравнение своих тестовых сессий француза и примеру недавно вышедшего британца и видно что у первого выше урон а у второго выше опыта получаемый забой так что выводы я думаю тут очевидно при всем при этом геймплей не дает вам расслабиться каждая ошибка и необдуманный риск это оторванные куски лица или вообще билет в порт ну а отсутствие дымов тут на мой взгляд очень критично так что если вы не умеете играть в эсминцы то лютрибель будет приводить вас в порт за рекордное время благодаря своей скорости так что знакомиться с классом с этого корабля противопоказано минимальный билд для более менее комфортной игры состоит из профилактики из последних сил базовой и усиленной огневой подготовки так получается худо бедный кораблик который может пострелять на дистанции дальше берем взрывотехник и тогда удачи будет улыбаться нам чаще а после взятия мастера наводчика бой в маневре будет несколько удобней дальше я бы взял мастера живучести но перки еще пока не накопил по поводу инерционки скажу так конечно можно попробовать но если только вы готовы пожертвовать лидерским шансом на пожар лично я так не смог потому как понимаю что прямой урон выдавать на французе сложно но чисто в теории если вас это не пугает и вы готовы стать настоящим закрикивателем то флаг вам в руки ну а мастер маскировки не пригодится вообще взятый перка лишь добавит нам ошибочного ощущения незаметности благодаря которому мы скорее всего только лишь будем чаще и быстрее приходить в порт в общем боевой эффективности маловато ну а среди модулей обязательно покупаем модификацию форсажа и двойные рули остальной выбор на ваш вкус но мне кажется выбора помимо показанного на экране просто не существует хотя если он есть пишите его в комментариях вот и на этом все надеюсь видео помогло сделать вам правильный выбор если обзорчик был полезен ставьте лайк также помните чем больше подписчиков тем чаще выходит видео на канале потому не забывайте подписаться и активировать колокольчик а чтобы скрасить ожидания выхода нового видео можете глянуть мои другие работы ссылочка прямо у вас на экране а теперь все удачи и до связи пока пока